Совсем недавно на площади Федулова заработал настоящий греческий фонтан. Но из-за жаркой погоды архитектурное украшение города превратилось в бассейн. Подробности узнавал Иван Волков. Десятки маленьких волокжан облюбовали территорию возле греческого фонтана на площади Федулова. Ребята спасаются здесь от жары, купаются, плавают, играют. Приходят в купальниках, плавках, берут с собой плавательные шапочки. Несмотря на то, что купание здесь строго запрещено. А как часто сюда приходишь? Я только что не пришел. И вчера кавал. Такое использование архитектурного сооружения может повредить его. Купающиеся разворачивают краны, засоряют их, выдергивают. Новые детали для импортного фонтана достать очень сложно. Помимо этого, такое купание нарушает и правила гигиены, и безопасности. Во-первых, это и массивные металлические сооружения, из которых он состоит, от которых в основном купаются дети, которые могут пораниться, либо, подскользнувшись на плитке, упасть на один из кранов и причинить себе довольно-таки тяжкие повреждения. Большинство волокжан согласны. Купаться в фонтане нельзя, ведь это зона отдыха для всех жителей микрорайона. Здесь приходишь с детьми отдыхать, садишься на фонтан элементарно, ребенку показать. Здесь грязь, и в болото его реально уже превратили. Я считаю, что правильно поставили фонтан, и купаться в фонтане – это неправильно, поскольку должны соблюдаться некоторые правила гигиены. Вот если рассмотреть бассейн, в котором есть хлорка, в котором очищается периодически вода, там следят за этим, и там дети и люди другие купаются. Помимо купания в фонтане, дети нарушают эстетическую композицию фонтана. Специалисты городской администрации призывают взрослых волокжан объяснить детям, что купание в фонтане небезопасно и строго запрещено. Да и красивое сооружение из-за такого использования может просто сломаться и перестать радовать сотни жителей и гостей города. Иван Волков, Максим Тышковец, Вологда Портал.